Так, теперь мы будем делать следующим образом. У нас тут есть три доставки суши, где еще есть пицца. Получается три пиццы и суши. А также мы отложили пока просто чисто три разные суши. Это мы сделаем вторым этапом. Итак, радуга вкуса выглядит следующим образом. Здесь идут у нас контарки. Кстати, креативные очень контарки. Вот такие я не разною видел. Прикормят такие контарки. А, тут они еще, смотрите, отделили васаби. Давай, мам, откроем, попробуем. Приоткройте, посмотрим, что там. Так вкусно запахло. Да, прям кушать хочется, да, Милан? Свеженьким. Ну, придется чуть-чуть потерпеть, пока мы пробежимся по всем, пока папа будет болтать. Выглядит это вот таким образом. Все красиво, ровненько. Так, кушать охота. Сейчас будешь кушать. Так, здесь у нас идут какие-то еще дополнительные бумажки. Так, 300 рублей на первую поездку, куда сегодня. А, это дополнительная рекламка. Так, это пропустим. Подарочный сертификат тоже. В общем, тут очень много дополнительных вещей. И скидочка. Популярные наборы. Сольный соус, они запечатаны из пакетика. Вот, вот для этой баночки. Да, на это внимание обращаю, что он не разливной. Вот у нее баночки. Так, контарочки вот такие. Есть салфетки и есть палочки. Вот. Так, что там еще? А, соус идет у них в фирменной упаковке. Радуга в куске. Единственное, контарочка одна только. Так, контарочка. Одна? Одна. Одна. Вот немножко они вот это не досмотрели. Так, может быть мы не сказали что-то? Не знаю. Ну да, вот только заказывали. Наверное, забыли. Может быть, да. Не, ну заказывали ты мы не только у них. Везде заказывали. Ну, в общем, я не знаю в чем проблема. Смысл в том, что смотрите. На 4 порции. Порций-то много? Да. А контарочка-то одна. Если только там нанотехнология тоненькие, они там. Нет, нет. Нет? Нет. Думаю, не угадал, да? Нет, нет. Одна, одна. Короче, один минус нашелся. Это не такой прям большой минус? Не, ну надо все говорить, что есть. Ну хорошо. Вот. Упаковка красивая, но здесь одной упаковки не хватает. Да и не одной. В принципе, это же на каждого даже. О, вернее, одна упаковка. Короче, кто-то один, кто быстрее возьмет, того и будет. Пиццу. Пицца это следующая, может быть. Ну, рядом. Дальше. Давайте посмотрим, что здесь. Это у нас идет ролл пицца. Так, здесь идет у нас такая вот контарочка, да? Так, стандартная контарка. Открываем. Тоже все красиво, ровненько, в принципе. Так, что у нас вот еще есть? Соус идет вот в такой вот бутылочке. Как будто этот волшебный какой-то напиток, да? А здесь сколько? Так-то сварки бутылочки. Алиса, странно. Классная, да, бутылка, Санрия? Прикольная. Необычная бутылочка. Так, здесь одни палочки, да? Так, одни. Здесь на одного человека подумали. Или вы так сказали. Может быть, пока это все дело заказывали. Может, мы какие-то ошибки там сделали. Ну, в принципе, здесь это все перекрывается жвачкой. Ешь, пей, езжуй. Так что все нормально. Так, дальше. Дальше у нас идет фарфор. Вот тут у нас... Контарки классные. Единственный момент. Здесь, если вы видите какую-то неровность, это у нас Миланочка случайно уронила... Извиняемся, да? Да. Извиняемся за деле. А вообще выглядит все очень классно. И лежала аккуратненько. Просто вот бутылочка запнулась. Да. Так, здесь идет у нас буклетик. Фарфор. Так. Опа. Классно, да? Смотрите, как сделали. Это что у нас палочки? В отдельной упаковке доставка удовольствия. Палочки. Ну-ка распаковывай. И салфеточки. Смотри, парочка. Контарки. Так. И здесь все по отдельности уже залито. Залито вот в такие вот контарки. Тоже очень хорошо. Тут, кстати, еще что-то есть. Подержи. Походу на жвачки. Так, палочки фирменные. Красиво смотрятся. Здесь есть также зубочистка. И тоже жвачка. У них свои фирменные жвачки. Что-то сейчас мода пошла за жвачки, да? Все для клиентов. Это почистить зубки. Там написано «Дирол». Да? После этой суши. Короче, «Дирол» внедряется, да? Ко всем этим суши-фирмам. До этого я как-то не замечал этот процесс, чтобы где-то жвачки прям были. Это только в ресторанчике сидишь, да? Да. И тебе жвачки, когда оплачиваешь, приносят. Не оплатишь, не принесут. А сейчас уже жвачки внедряют в суши организации. Здесь плюсом является что? То, что они вот эти контарки, кстати, многие просто ложат рядышком. Вот смотрите, вот. Вот рядышком еще мы не тестировали. Просто отдельно в пакете. Но этот пакетик бывает переворачивается и все выливается. А здесь большой плюс, что они не пожалели контарку отдельную. Для контарок отдельных с вот этими соусами. Это плюс. Ну и палочки классные. В общем, по поводу упаковки, здесь в принципе пятерка жесткая, да, здесь. Мне нравится. А вот я сейчас подумала, ну-ка так, что у нас там в законтаре на там маленькие? Маленькие? Да, нет, нет, маленькие, посмотрите. А, ну вот на каждого капачи что рассчитано. Вот единственное, все прекрасно. Ну вот, хотя бы еще одну добавочную. Ну, а мне вот не нравится, что там соус, например, вот. Он разлитый уже, непонятно какой свежести. А, вот это, да? Да. Перезалили. То есть вот здесь вот у меня больше нравится. Да, тут упаковано конкретно, да. Здесь вот, ну там тоже, да, это? Ну здесь тоже. Ну это да, кстати, хорошо, но тут тоже разливка. Да, тут тоже. Это как духи покупаешь, да, туалетная вода. И смотрите, ну это, смотрите, да, это хорошо, даже дата, вот выпуска, даже указано соусом. Да, ну вот это вот все прекрасно, большой плюс, большой, да. Ну у всех что-то плюс, что-то минус. Вот здесь плюс нашел все, что в упаковке и дата есть. Минус то, что нету контарки. Здесь плюс, что упаковывают в контарку, но соус непонятно какой разливочке, да? Ну будем надеяться, что все нормально. Еще здесь половина, вот это. Столько, сколько надо. Так, ну что дальше будем делать? Давайте посмотрим, какие у них идут пиццы. Сейчас проверю. Может подержите в руках немножко? Давайте просто откроем, да, и покажем. Так, блин, аж кушать захотелось мне прям резко. Так, я не люблю пиццы. На суши смотришь, понятно, там как бы вкусно, но когда на пиццу смотришь... Так, сейчас, секунду. О, это, наверное, для детей. Рай, рай. Так, давайте начнем с радуги вкуса. Пиццы, вот посмотрите, свысока. В принципе, все одного размера, да? В принципе, одного размера идут. Теперь просто посмотрите, из чего они состоят и сами сделайте выводы. Вот у меня выводы раудуга вкуса. У них побогаче, вот как бы потушь, колбасные, сырные. Вот смотрите, заливочка сверху. Грибочки похожи, да, сверху, да? И нет, и богато вот наложили, конечно, и помидорочки, все вот, да? Так, дальше идет у нас что? Фудияма, да? Тут вот отличается то, что по бокам идет, вот эта толщина. Ну, это просто, наверное, как форма. Так, здесь у нас идет... Так, что? Ну, посмотрите, я не знаю, вообще, в принципе, там как бы считается, что это пепперони. И вот этот вариант. Ну, вот этот что-то мне сразу нет. Это детский для, кто очистил колбас. Это что за фирма? Так. Вот это последняя, которая была. Опт, что-то, да? Мак, вот это не заметил. А, роллы пицца. Да. Ну, что-то я не знаю, как будто жирновато. Фиг знает. Нет? Ну, мне кажется. Это сыр просто сверху, видишь, только сыр. А там, папа, соус это. Да, с соусом. Нет, смотрите, какая штука. Например, я вот эту не хочу пробовать. Но она какая-то, как будто, не знаю, простая совсем, да? А мне наоборот. Тебе это наоборот нравится? Мне наоборот. Да? Детям, да. Мне нравится. Мне первое, да. Мне радуга вкуса больше всех понравилась. А мне, если честно, вот это. Мне тут и тесто показалось. Вот, смотри, какое, прямо это, да. Да, да, здесь более такое хлебное изделие. Вот ты как любишь сам. Я изысканность люблю. Вот, чтобы так вот красивенько было. Здесь тоже очень красиво. Я вообще не знаю. Да. Здесь вот просто реально наестся, да? Да, ну, здесь все. И грибочки, и шампиньоны, и сыры, и помидорки. Но везде вроде так. Ну, как-то... Много. Да, здесь выглядит, как будто, как сухо засохло что-то. Высохшее. Здесь? Да. Ну, да, есть такое. Такое ощущение, что... Это слишком жирно для меня выглядит, да? А вот это аппетитно. Да. Ну, короче... Да, они все по-своему. Да, они все хорошие по-своему, да? Но я отдаю вот это. Ну, вот видите, да? Вот сколько людей, столько, в принципе, мнения, да? Вот тыкните пальцем, кто что бы выбрал для себя. Какую... Какая тебе на вид нравится? Пиццу. Я вот это. А я вот это. Ты, Лен, какую? Ну, у меня немножко. Ну, он-то, наверное. Или эту. Лена, и эту. Или эту. Лена, да? Я не знаю, я люблю пиццу. Так, Милан, ты какую? Вот эту? Мы с Миланочкой выбираем вот эту. Мы с Олей эту. Оля с мамой эту. Эдвин, ты вот эту, да? А ты, Лен? Все три. Не, ну давай что-нибудь уж выбирай. Ну, первую. Ладно, первую. Получается, три, два, один. Получается, первое место занимает... Это что у нас? Радуга вкусов. Это... Фудзи-яма. Фудзи-яма. И последний идет ролл и пицца. Нет, это фаворит. А, фаворит. Фаворит. А, Леночка, это что? Это ролл и пицца. Значит, это мяча. Смотри, если наоборот, один, два, три. Вот, да. Один, два, три. Короче, первое место, второе, третье. Они сами по себе автоматы мы выстроились. Так, ну все, ребята, давайте тогда... Может, попробуем сразу сходу? Давай, давай. Давайте, пробуйте тогда. Дайте кусочек. Кто что выбрал, то и пробует. Кусочек. Начинай, мам. Ну, пробуй, а потом скажешь. Нет, нет, немножко... Сначала попробуйте, что вы любите. Ну, это выбрали. Давайте я вот это попробую. Помочь? Сейчас, вот это. Вот вилочку мы брали где-то же. Где-то. Повлетайте, пока могу. Давай, давай, сейчас она так. Поднялась хорошо, чтобы... У меня куча шла. Чеши, чеши. Так, все. Ой, это вообще даже в руке держится хорошо. Миланочка, вот это тебе маленькая, тоненькая, а мне вот я вот поздороже большая. Вкусно? Да тут, в принципе, все вкусное. Здесь тесто такое, да, хорошее? Нежное, прям такое вкусное. Как вот, Лена, ты любишь такое тесто, да? А вот можно я еще и эту, и эту попробую? Да. Не, попробуйте все по одной. Сейчас, у Миланы попробуем. У меня твой боб. Да, пожалуйста. Вкусно. Подожди. А вот это кто пушил, ты? Это не ела. Нет? Да. Так, а то же самое, ты, а, ты эту поела? Слишком тонкую. Которую? Вот это? А мне хлеб нравится. Ну, в принципе, армяне любят очень много хлеба, так что. Нет, она тонкая, вот здесь вот эта тонкая. Ой, подожди. Солстая. Здесь очень тонкая. Папа, мне понравилась бабушкина. Какая? Бабушкина. Ты же это ела. Она это вот отпустила, попробовала. Ты это ела же сейчас. Да. Сначала это, потом вот это. Потом это? Да, еще вот это что вкуснее. Это вкуснее? Почему? На вкус тоже не лопает. Подождите, сейчас, Миланочка третья уже пробует. Это. Ты вот все три попробовала, какая вкуснее? Вот это? Радуга вкуса. Почему? Потому что она там, это, чуть жиренькая такая. Пухленькая в смысле. Да? Там, да. Мне вот эта тоже понравилась. Все, я три попробовала. И мне вот эта тоже понравилась. Ну. Которая, мама? Вот. Вот обе, вот эти обе мне. А мне вот эти две понравились. Можем я вставить? Сейчас попробуй. Лен, дай-ка там. Сейчас все попробую, больше вот эта понравилась. Вот самая вкусная. Тебе. Вот это? Попробуем. Мне вот это. Сейчас я попробую радугу вкусную. Да, вкусная. Вот радуга вкуса, очень вкусная. Давай, папа, попробуй. Так, можешь разделить? Папа, я бы это. Обожди, я вот эту могу. Так. Леночка, ну ты как сказал, действительно, вот это вот последний сильно жирный. Бабля, это вкуснее. Очень жирный. Я это не буду пробовать даже. Не, папа, попробуй. Ну, я такие жирные вещи не люблю. Нет, и колбаса пережирная как будто бы вот. Вкусно? Вкусно. А, кстати, вкусно. У меня на первом месте радуга вкуса. Угу. У меня радуга вкуса. Знаете, зачем радуга вкуса больше нравится? У меня вот эта. Потому что здесь толщина сыра, большая, и много помидорок. Угу. Не пожалели из-за этого такое ощущение, что вот прям как бутерброд какой-то кушаешь. А вот можешь сказать, какого у меня есть? Я даю предпочтение вот обоим, вот этим. Вот у этой, конечно, тоже прямо такая держится. А вот здесь начиночка тоже очень вкусная. Вот я скажу, что сам на первом месте мне идет на это. Вот это, который ты не любишь. Слушай, роллый. А я хочу попробовать. Да. На втором месте у меня идет вот это. Угу. И на третьем вот это. Потому что, ну, здесь, конечно, вкусно, но там слишком уж много сыра. А! Сыра, сыра много. Сыра, какого сыра? Папа, ну, вообще, мне не знаю, сыра слишком много. Моги сказать? Нет, это не сыра много этих. А что он? Зелень вот эта, да? А, ну, зелень. Ну, и вот в ней просто грибочки такие пипятки. Нет, вкус тебе не нравится. Ну, это не то, что сыр, это вообще вкус. Это на вкус, знаете, для чего? Это томатного пасты. Соуса. Кетчупа. Пить там. Сок. Томатный сок. Да. А, тут идет с этим, да? Да. Соусом. Ну-ка. Томатный сок. Да? Ага. Ммм. Вкусно. А ты на томатный, похоже, больше. Да? Да, Милан. Как дома закатки делают, такой же. Так. Я хочу слушать. Кто-то поменял свое мнение с первого раза? Нет. Вот я все-таки, я вот поел и радугу вкуса, но, если честно, мне это много сыра. Я не люблю так. А я люблю. Мне больше нравится все-таки вот изысканность, чтобы тоненько, и вкусовые качества, всякие вот эти пряности. Вот мне это нравится. Мне тоже вот это нравится. Эдвин выбрал вот это, да? Угу. Ну, потому что что? Потому что там, ну, я люблю только колбаса, сыр и, как там, хлеб. Хлеб. Все. Все просто, чтобы. То есть, грибочки ты не любишь? Я не люблю, да. Я люблю чисто колбаса, сыр. Ты, Лен? Ну, мне две понравились. Да, мне тоже обе. Да, не могу. Тебе, мам? Я выбрать не могу, они мне обе понравились. Эта понравилась вот как-то тесно больше, а здесь грибочки пикантные какие-то такие интересные. Ой, тебе что больше понравилось? Ну, я вот сразу первое место радуга вкуса, потому что здесь для меня суховатые вот это вот. И слишком какая-то уж прям тонкая, нету такого насыщения вот пицца. А, третий? А, ну... Третий, понятно, не знаю. Нет, третий, я третий вообще даже... Я бы такую, конечно, не заказала бы. Я раз первое место, второе место, это я вряд ли закажу. Ну, дети вот, наверное... Да, для детей вот это. Ну, вот видите, вот сами решайте, да. Когда смотрите обзоры людей, которые делают там пиццу, кушают, да, сидит мужик взрослый и делает обзор на пиццу. Вы хотите заказать в какую-нибудь фирму пиццу домой и сидите, слушаете, что он говорит. Вот мужик сидит и говорит, что, я не знаю, ну, я, например, я скажу, вот я вот эту хочу заказать, потому что, потому что вы заказываете ее своим детям, а ваши дети говорят, что за фигня. Они бы вот это съели, например. Или сейчас послушаем, что скажет Эдвин. Ну, например, Эдвин будет заказывать вот такую пиццу, приедет, я ее не хочу кушать, например. Что за фигня? Я бы съел вот это и вот это. Я бы сказал, а что это за фигня? Поэтому нужно обзоры смотреть там, где есть дети и взрослые. И вот вам, пожалуйста, разное поколение от младшего до старшего. Вот, пожалуйста, самая младшая вот заценила. Да. Эдвин не любит грибочки, а Милане вот это очень понравилось. Поэтому тут, наверное, будет самый честный как раз-таки обзор, да. Мы не за какую-то конкретную фирму, а за конкретный вкус и по возрасту все. Ну все, это дело мы сейчас убираем. Смотрите дальше. Нет, я слышу.